Сегодня мы поговорим о том, как устроен рынок криптовалют. Сейчас пришла замечательная пора закупаться на полную. С моей точки зрения сейчас просто идеальные цены, чтобы откупить это, скорее всего, дно. Но прежде чем я расскажу, какие активы сейчас стоит покупать, нам нужно разобраться с тем, как устроен рынок криптовалют, как он по-настоящему работает и на чем мы будем здесь зарабатывать. Просмотр только одного этого видео вам поможет не потерять огромное количество денег, а как бонусом вы сможете заработать. Давайте на примере монетки Ethereum я расскажу вам, как устроен рынок криптовалют. За счет чего тут толпа теряет деньги и никогда не будет зарабатывать. Итак, монеты Ethereum у нас выходят в 2017 году и первое время торгуются и никому не нужна. Вот этот вот отрезочек. И так происходит с большим достаточным количеством криптовалют. Конечно, бывает по-разному, бывает, что пампят сразу, и тут цена вырастает и стремится в космос. На самом деле, что здесь происходит? Здесь манипулятор тестово загоняет цену вверх. Зачем это делается? Затем, чтобы проверить, нет ли в рынке крупных ребятушек, которые смогут задампить цену. То есть тут всегда ограниченная эмиссия. То есть криптовалюта ограничена в своем количестве. И за счет вот этой ограниченности у нас появляются крупные киты, которым может принадлежать 20-40-60% от эмиссии. Мы их называем крупным капиталом, крупными манипуляторами. Собственно, эти ребятушки выкупают вот эту эмиссию иногда 30-40-60% от общего количества монет еще до выхода проекта на биржу. И с эфириумом, скорее всего, было точно так же. Давайте зайдем на Крипторанк и посмотрим цены, по которым торговался эфир. Вот такой вот замечательный сайт Крипторанк. Всем очень рекомендую. Здесь можно зайти в любой актив, нажать токен сейл и посмотреть, за сколько продавался этот актив. И этот актив в 2014 году на ICO продавался по 0,3 доллара, по 30 центов. На сегодняшний день ROI составляет 11000 иксов, а на максимуме было 15625 иксов. И представьте себе, какое преимущество имеют люди, которые заходят по таким ценам. Вы думаете, что что-то изменилось? Ничего подобного. На сегодняшний день все происходит и повторяется. Мы инвестируем в криптостартапы. Недавно у нас криптостартап показал на премаркете уже 52 икса, потому что мы зашли на очень ранней стадии. Кстати, если вы еще не слышали про DeFi Club, то это лучшая криптоаналитика на рынке. Там различные DeFi стратегии, чтобы ваши активы не просто лежали в кошельке мертвым грузом, а работали и примножались. Там огромное количество публичных портфелей с различными монетами, под различные ситуации. В DeFi Club приходят различные аналитики фондов, различные инвесторы с крупным капиталом, даже у кого капиталы больше 100 миллионов долларов. Так что если вы еще не слышали про DeFi Club, то обязательно загляните, ссылочка будет в описании. Итак, возвращаемся к нашему графику. Опять же повторюсь, по образу и подобию любой монеты на рынке работают практически всегда один и тот же логаритм. Есть какой-то крупный манипулятор, крупный кит. В биткоине в эфире этих крупных манипуляторов, крупных китов может быть несколько. Они объединяются, как-то договариваются, чтобы управлять ценой. У них вот этот график, который вы видите на экране, расписан на долгие годы вперед. Они знают, куда будет идти цена, они управляют этим рынком. И в любой абсолютно монете есть вот эта крупная игра, которая будет рисовать вам графики. Будет раскачивать вас специальным образом по эмоциям. Вот недавно мы общались с командой, которая вложила 200 тысяч долларов в запуск MemeCoin, а вытащила за полтора месяца миллион долларов. Там сидят психологи, там сидят маркетмейкеры, которые отрисовывают график. Специальным образом, чтобы люди теряли деньги. И сегодня наша цель не просто купить монеты, а понять, где вас будут пытаться обмануть, где вас будут пытаться вытрясти из этого рынка, чтобы вы точно потеряли свои деньги. Итак, вот здесь крупный манипулятор добрал позицию и делает вот этот памп. И обычно он тестовый. Обычно тут тестовый рисуется вот такая свеча очень большая, если монетки новые, если монетки там какие-то MemeCoin, чтобы проверить. Вот примерно до сюда он может нарисовать, там показать 100 иксов, и тут же там за два дня уронить эту цену. Таким образом, он проверит, есть ли кто-то такой же крупный, кроме него, и уроняет цену. Здесь просто это вот первый цикл, там 18-й год, вот у нас вырос эфириум, и потихонечку началась зона распределения, где крупный манипулятор разгружался обо всех, кто пришел в эфириум. И делал он это на протяжении вот этого времени. После чего у нас начинается вот такая вот линия. И эта линия называется зоны накопления. В зоне накопления, вот в этой линии, крупный манипулятор выкупает все, что пришло на рынок. То есть, когда у нас цена растет, вот этот график мы видим вверх, много-много людей начинают делиться этим. Братан, я заработал 10 иксов, 20 иксов, братан, моя тысяча долларов выросла до 100 тысяч долларов. Ты представляешь, эфириум, покупай эфириум, и все начинают бежать в этом эфириум. И больше всего денег приходит вот в этот момент. Дальше крупный манипулятор начинает потихонечку-потихонечку продавать, потом еще немножечко запампил и опять продает, 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 продает. И вот здесь, когда он понимает, что люди уже все отчаялись, нет покупателя. То есть, люди вот здесь вот думают, вот в этом отрезочке, вот на этой дистанции. Вот здесь вот люди думают, что оно отрастет, но оно же выросло здесь и покупают, покупают, покупают. А крупный манипулятор продает, продает, продает и зарабатывает просто феноменальные деньги. Мы следим за когортой пользователей, которая таким образом с 20 миллионов долларов на позапрошлом цикле сделала больше 100 миллионов долларов. На прошлом цикле сделала из 100 миллионов долларов больше миллиарда долларов. И на текущий момент у них в альтах залито больше 700 миллионов долларов. Это, к слову, о том, какая бычка нас ожидает. Итак, вот здесь вот они разгрузились, и началась зона накопления. Вот здесь крупный манипулятор перестает сжать на педаль. Он потихонечку-потихонечку откупает. То есть ему не нужно продавать настолько, чтобы цена круталась вниз. При этом он не дает цене расти. В зоне накопления он обратно набирает позу. То есть вот здесь вот он закупился, и у него есть деньги, чтобы разогнать цену вверх. Вот здесь вот он разогнал эту цену, и дальше он начинает потихонечку-потихонечку продавать, 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 продавать. И здесь начинает снова набирать эту позицию. То есть крупному манипулятору нужно создать спрос на покупку и спрос на предложение. Это две его цели. Здесь он создает спрос на покупку. Здесь он продает спрос на продажу. Здесь выходят всякие новости. Все, эфир соскамился, криптовалюта полный мусора, ничего классного не произойдет. Все новости скупаются, чтобы люди продавали, 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 продавали. И здесь реально накапливает манипулятор основной объем. И что ему это позволяет делать? Когда он выел 60-70% эмиссии, он такой пам, и опять начинаются новости, что криптовалюта растет. Здесь с ним вместе улетает наверх очень небольшое количество людей. То есть они чаще всего не покупают вот здесь. Они начинают покупать тут, тут, кто-то начинает покупать тут, кто-то начинает покупать тут. А здесь он опять роняет цену. И когда он роняет цену, что начинается? Начинается паника. И опять новостной шум весь далее, что все, криптовалюта умерла, пузырь был надут, и сейчас пузырь сдувается. Как только он видит, что люди перестали продавать, вот в этой самой зоне он делает еще один памп в самый верх. И отсюда уже начинается большая игра. Тут люди начинают докупать в надежде, что оно отрастет. Откупают, 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 откупают. Потом крупные манипуляторы видели, что монеты перестали откупаться. И опять начинается зона накопления. Здесь, то есть он распродал свои монеты вот этим вот хомякам, которые понабежали в рынок, потому что наслушались новостей о том, что все, криптовалюта будет расти. Надо ее откупать. Вот этих новостей просто немерено выходит, когда начинается зона распределения. И опять зона накопления на какой-то период. Активы поднакопил и опять пампим. И эти циклы работают во всей крипте бесконечно. Если мы берем смолка, там вообще достаточно какого-то миллиона, двух миллионов долларов, чтобы рисовать эти свечи, потому что нету ликвидности, никого нету в рынке. У тебя основная доля эмиссии. И все проекты, большинство проектов, продают свои активы еще до выхода на рынки вот таким вот манипулятором. Потому что манипуляторы приходят с чемоданами денег и говорят, вот вам 20 миллионов долларов. Прямо здесь и сейчас зарабатываете, а еще потом заработаете, потому что у нас маркетмейкеры, связи, мы вообще страшные товарищи. Таким вот образом накачиваются криптовалюты, накачиваются эти пузыри, и они сдуваются, как с тюльпаноманией в 17 веке. Помните эту историю, когда тюльпаны выросли там на какие-то баснословные деньги? Все начинали их покупать, один тюльпан там продавался по несколько раз. В общем, ребята, вот так работает криптовалютный рынок. Это очень важно понимать, прежде чем мы перейдем с вами к активам. Итак, возвращаемся к рынку криптовалют. Мы видим, что у нас происходит какое-то безумие. Все красное, все потекло. Что сейчас происходит? Давайте откроем график монеты, к одной, которую я сегодня откупил. Ну, например, какой-нибудь возьмем Аптос. Замечательная монета, на 52% ее укатали. Давайте откроем и посмотрим, что у нас с ней происходит. Аптос – это новая монета. Новые монеты нам нравятся. Чаще всего на рынке криптовалют разгоняются именно новые монеты, которые попадают на цикле роста в топ-100 коин-маркет капа. Более того, вообще, у Аптос – это крутой проект. У них очень хорошая команда, очень хороший блокчейн. Аптос нам нравится. Но, тем не менее, принцип, который я описал ранее, он точно так же здесь работает. То есть, раздали, дроп по Аптосу, куча людей начало продавать свои активы. И распродавались вот здесь. А крупный манипулятор спокойненько выкупал эти активы с рынка. Очень-очень-очень-очень долго. В общем, тут самое главное понять, что все активы работают по одному и тому же принципу. И тот же Аптос не исключение. Его точно так же, скорее всего, сейчас выкупили. Большое-большое количество Аптоса. И будут пампить его вверх. Но что происходит сейчас? Сейчас у нас Аптос падает. Весь крипторынок падает. Всем страшно. И я вам так скажу. Друзья, мы на протяжении двух с половиной лет всю медвежку откупали активы, о которых мы сегодня поговорим. И цены на эти активы были просто феноменальные. То есть, если мы посмотрим на тот же Аптос, мы увидим, что он торговался по 5 долларов. А сейчас он торгуется по 6,8 долларов. То есть, вроде начался рост. Вот здесь начали заходить хомяки. Вот здесь вот начали покупать, покупать, покупать. У нас Аптос вырос аж на 248%. Когда актив растет, то неминуемо обязательно его начинают покупать. Потому что, если ты купил Аптос на 1000 долларов и через месяц, два, три у тебя 2500 долларов, то ты, скорее всего, обязательно похвастаешься этим другу. И твой друг пойдет покупать актив с уже 2,5 иксами в надежде, что он зарабатывает денег. И тут происходит следующее. Крупному манипулятору невыгодно. Невыгодно. Сразу всех ввести на ту заму. Там на десятки, на сотни, может быть, иксов. Но невыгодно. Крупному манипулятору выгодно вытряхнуть таких дружков из этого рынка. Еще раз. Сценарий следующий. Ты пришел в крипторынок. Вроде как ты в чем-то разобрался. Купил ты актив на 1000 долларов. Через месяц у тебя 2500 долларов. Ты говоришь своему другу, смотри, я купил актив, он вырос в 2,5 раза. И, скорее всего, будет расти дальше. Ведь график-то стоит. А когда стоит, хочется действовать. Хочется покупать. Здесь происходит самое интересное. Твой друг не совершает ошибку. Он покупает хороший актив. Он покупает хороший актив по хорошей цене по 19 долларов. От 19 долларов Аптус может вырасти спокойно еще там в несколько десятков раз. Он вот здесь вот покупает. И что происходит далее? А далее крупный манипулятор увозит цену вниз. Он начинает продавать. И актив спадает на 56%. Твой друг купил на 1000 долларов Аптуса. У него в портфеле 460 долларов. Сегодня у него 460 долларов. А что будет завтра? Страшно? Конечно, страшно. И он распрощается со своими 460 долларов. Еще и тебя будет винить. Вечность какой-то негодяй, как ты посоветовал ему. В общем, ты, скорее всего, окажешься виноват. А теперь, внимание, таким образом крупный манипулятор вытряхивает слабые руки, вытряхивает слабых игроков с рынка. Они тут прощаются со своими монетами. Соответственно, если мы выбрали какой-то актив, если мы его покупаем, друзья, нужно его держать. Какая разница, покупать вам актив по 5 долларов или по 6 или 7 долларов, как вот сейчас Апто стоит, если потенциал роста этого актива в десятки, то и в сотни раз. Сейчас я с уверенностью вам говорю, офигенные, просто невероятные цены. Есть ли куда падать? Конечно, есть куда. Можно упасть еще на 30%. Примерно все активы, если упадут еще на 25-30%, то мы вернемся к ценам медвежки. Это были цены, по которым крупный манипулятор набирал свои позиции. Это были цены, по которым мы откупали 2,5 года эти активы, чтобы отправиться туда, на Тузумун. Подумайте, пожалуйста, есть ли смысл сейчас крупному манипулятору уводить туда цену и давать нам, осознанным инвесторам, которые понимают, что происходит в рынке, откупать по таким значениям. Альсизон неизбежен. Это происходит из цикла в цикл. Почему неизбежен альсизон? Вот тоже спрашивают некоторые, говорят, а что если альсизона не будет? Как его может не быть? Так устроен рынок. Еще раз, смотрите на график. Вот здесь вот крупный манипулятор набрал позицию. Он выкупил, выкупил очень-очень много актива. Представим, что здесь вот он выкупил. Дальше он поднимает эту цену. И здесь люди начинают покупать, а он им продает, продает. Чувствует, что не покупают. Еще выводит вверх, а не тут покупают. Чувствует, что перестали покупать. Еще поднимают цену вверх. Пока он не поймет, что ликвидности уже нету в рынке. И тут он начинает разгружаться. Иногда рисую вот такие вот штучки, что как будто бы все развернулось. Он разгружается. А дальше начинается опять зона накопления. Это я схематично нарисовался. Здесь график вот такой на самом деле. То есть тут пампа никакого не было. 2,5 икса это вообще не памп для крипты. То есть должно быть что-то вот такое. Что важно понимать? Сейчас офигенные цены для покупки. Шансов на то, что цена упадет ниже на 25, 30, 40 процентов. Ну очень сильно мало. На сегодняшний день я делаю ставку на то, что рынок падать не будет. У меня в портфеле на сегодняшний день осталось 6-7 процентов стейблкоинов. На которые я откуплю этот рынок, если он туда упадет. Но шанс того, что это случится, просто минимальный. Поэтому, друзья, если вы сейчас заходите в крипту, если вы сейчас начинаете инвестировать, то просто, если вы боитесь по этим ценам покупать, то зайдите на 70, на 80 процентов. Оставьте 20 процентов стейблкоинов. Лично я захожу практически на все. Потому что я не верю в то, что нам дадут такой шанс откупить ниже. Кстати, поделюсь с вами одной интересной новостью. Есть такая статистика, да, немножко конспирология, но тем не менее. Есть компания Bitmain. Она производит асики. Это такие установки, в которых очень много мощности. То есть они могут выфармливать биткоин. Ну, вы знаете, как майнится биткоин. То есть берутся видеокарты, на них ставится программное обеспечение, которое выфармливает, решает алгоритм. Так вот, они делают асики. Это профессиональное, мощное очень оборудование, которое позволяет выфармливать этого биткоина очень-очень много. Так вот, эти ребятушки анонсят свои новые аппараты, свои асики прямо перед началом цикла роста биткоин. Здесь происходит следующее. В мае 2020-го они заанонсили свой аппарат в позапрошлый раз, и мы видим, что тут пошел рост. Потом в июне 2021-го года перед вот этим ростом. И когда она заанонсила их сейчас? Вот тут вот, вот прямо сейчас вышли новые асики. Просто интересный факт. Хотите верить в это, хотите нет. Итак, как же заработать на этом рынке криптовалют? На сегодняшний день я знаю только одну верную годную стратегию. Понятное дело, что из DCA вы можете откупать лесенкой активы каждую неделю, каждый день и так далее. Но я более глобально. Вот как нам заработать, чтобы кардинально изменилась жизнь? 10, 20, 30, 100 иксов сделать забытчий цикл. Сделать это можно только за счет стратегии перекладывания, переливания из одного актива в другой актив. Что для этого нужно? Во-первых, давайте начнем издалека. Ребята, если вы покупаете какой-то актив, все вы определили, что вы вот такой-то актив набираете, собрали себе портфель из 20 токенов и хотите внутри этих токенов заработать как можно больше денег. Не продавайте ваши активы в минус. Особенно на такой стадии рынка, как сейчас, когда нормальный цикл не начался. Ну не было еще 5-10 иксов по рынку. Были какие-то мемы стреляющие, были какие-то альты, которые выстрелили там на 4 икса. Но это не бычка. Когда растет бычий рынок, начинается такая реклама, такая пиар-акция, что приходит огромное количество людей, которые в крипте вообще ничего не понимают. Которые купят, увидят 5 иксов, потом увидят 2 икса и продадут. Которые не смогут досидеть там до 50, до 100 иксов по каким-то из активов. Поэтому выбрали активы, определились с ними и все, и ждете. И не боитесь просадки в 30, в 50, в 60 процентов. Это абсолютно не важно. Если цена находится внизу, относительно хайов, то не важно, купите вы, например, атом монету за 5-7 долларов или за 15 долларов. Какая разница, если вы ее ждете за 50-60 долларов. Вы купили ее по 15 и спокойненько усреднили, по 10 докупили и по 5 докупили. Закончились деньги, не докупаем. Сидим и терпим. Ждем, пока у нас монета покажет хороший плюс. Заработаешь ты 10 иксов или 20 иксов, на это не надо обращать внимания. Тебе должна быть стратегия. Тебе должны быть выставлены цели, сколько ты хочешь заработать. И вот, когда ты дойдешь до этой черты, тут включится жадность. И не заработать ли мне еще? И здесь очень простое решение. Нет, не заработай. Ты определился со стратегией, которая тебя устраивает. Вытащи все свои деньги, и потом возьми и поспекулируй на 10% от своего портфеля. Посмотрим, что получится. Скорее всего, ты потеряешь очень сильно эти деньги. Потому что все, кто переступают эту черту, чаще всего теряют деньги. Самые бедные люди в рынке – это жадные люди, которые не могут продать свои активы вовремя. Ну и на самом деле это самое сложное. Поэтому у нас есть альты под ключ, что с нами можно инвестировать нам от 100 тысяч долларов. Мы говорим, когда продавать. Это основной цена взаимодействия с нами, потому что это действительно очень страшно. Ну и про DeFi Club обязательно почитайте в описании. Мы писали две феноменальные статьи на протяжении 4 месяцев, чтобы вы прочитали и знали больше, чем 99% этого рынка. Чтобы вы прочитали и стали значительно богаче. Итак, возвращаемся к переливанию. Как это работает? Рассмотрим на очень простом примере, упрощенном. Не будем о этом. 10-15 активов. Возьмем 2 актива. Купили мы 2 актива на 1000 долларов. По 1000 долларов в один актив, 1000 долларов в другой актив. И выставили цель, что нас устраивает заработать на этом рынке 25x. Как нам это сделать? Мы можем подождать, пока один актив вырастет в 5 раз. Вырос он в 5 раз. Все, мы его продаем. Мы договорились сами с собой, что мы продаем, фиксируем активы на 5x. И наше 1000 долларов превратилось в 5000 долларов. А дальше мы реинвестируем во второй актив, который, например, пока не отстрелил. Который точно так же стоит. Вот на 1000 долларов купили, 1000 долларов осталось. У нас таким образом 6000 долларов во втором активе. Что будет, когда второй актив вырастет в 5 раз? Мы получим 30 тысяч долларов. Таким образом, мы заработаем с наших 2000 долларов 15x. За счет переливания из активов, которые отстрелили, отстреливать будет не все сразу. Какой-то актив запампится, потом через какое-то время запампится следующий. И за счет перекладывания, если мы собираем нормальный портфель, сбалансированный, диверсифицированный, мы сможем заработать кратно много. Мы сможем заработать на этом бычьем рынке больше 100x. Друзья, сегодня это видео подходит к концу. Я сейчас просто назову вам монетки, сильно не раскрывая, что там внутри этих активов. Если вам интересно подробно узнать про эти активы, узнать эту информацию, то обязательно посмотрите ее на моем YouTube-канале. У меня были видео, где я рассказывал более подробно про эти активы. Также точно вы можете прийти к нам в DeFi Club. По каждому из этих активов огромная аналитика. Больше 60 монет у нас разобрано вдоль и поперек. Какие иксы полсенсально можно словить, какие зоны продаж. У нас есть там всякие спекулятивные портфели, которые мы, кстати, закупаем прямо сейчас и начинаем ввести. Поэтому сейчас самое время прийти в DeFi Club. Но сначала прочитайте обязательно две статьи под этим роликом. Итак, монета Тон. Покупаем. Все, что 10 долларов в подарок. Кстати, об этом сказал Стефан в подкасте. Если вы не смотрели подкаст с Стефаном, то он появится у вас вот здесь вот. Да, вот тут вот где-то. Монета Ада. Тоже можно рассмотреть в покупке. Здоровская монета. Монета АВАКС. АВАКС вообще суперлюбимая моя монета. Я ее откупал по 10, по 11 долларов. И, кстати, это была одна из немногих монет, которые я продал. Сейчас мы посмотрим на график. Вот здесь вот мы эту монету откупали. Вот здесь вот мы эту монету продали. По 43 доллара. Видите, даже не по верхней границе я попал. Но меня полностью устраивала доходность. Там в 280 процентов, по-моему, я заработал. Усредняя эту позицию. Вот здесь вот по 43 доллара я вышел. Сейчас по 26 долларов можно смело откупить эту монетку. Опять же таки, то, что ей есть куда падать, это понятно. Можно увидеть ее и по 10 долларов. Но шанс того, что это случится, ну крайне мал. Следующая монета. Дот. Дот опять по 5, 8 долларов. Дот очень-очень крутые. На самом деле, они выделили сейчас 200 миллионов долларов грантов на развитие DeFi экосистемы. Мы будем все это дело активно выфармливать. В общем, следите за дотом. Дот я бы тоже прикупил. Матик по 50 центов. Матик, нативная монета сети Polygon. Очень спекулятивный актив. Тоже, скорее всего, его будут разгонять. Хотя он из старичков. Это тоже надо не забывать. То есть, старые монеты пампятся с меньшим шансом, чем новые. То, что он повторит вот этот АТА, будет стоить 3 доллара, это, конечно, вопрос. Ну и, в принципе, видите, тут иксы не сильный потенциал иксов. Конечно, мы не знаем, как и что будут разгонять. Поэтому мы распределяем наш капитал равными долями или околоравными долями. То есть, активы, которые больше нравятся, мы их чуть больше откупаем. Которые меньше нравятся, чуть меньше откупаем. У нас в портфеле должно быть 10, 15, 20 монет. Чтобы, когда что-то начало пампиться, мы перекладывали за счет перекладывания и зарабатывали кратно больше. Конечно же, монета Аптос на 31 месте она сейчас находится. На 53% просел Аптос. Мои аналитики, люди, которые живут в этом рынке, говорят, что Аптос – это просто компания Apple в мире блокчейнов. Настолько удобно работать с блокчейном, настолько приятно пользоваться его сервисами не было еще нигде. Монета Аптос, 36 место. По 6,5 долларов можно откупить Аптос. Монета ВИФ. Мемкоин, популярный мемкоин, разгоняется, тоже можно прикупить. Так, Суи. Суи сейчас стоит 0,8, 50% просадка. Суи можно тоже прикупить, как и оптимизм. Нативные монеты сетей. Я думаю, что будут пампиться, что Суи, что Аптос, они конкуренты. Ну, конечно, Аптос не конкурент, Суи. На Суи очень мало всего, но тем не менее. Оптимизм, оптимизм можно взять. Минус 47% за 3 месяца. Опять же, очень вкусная цена. По ноткоину вы видели, наверное, посты в моем телеграм-канале. Если не видели посты в телеграм-канале, то посмотрите. Вот раз пост, два пост, три пост. Сделали 4 X на ноткоине. Обязательно подписывайтесь, там я делюсь всякой годнотой. Итак, следующая монета. Кьюрдау токен. Серви токен. Про эту монету я отдельно снимал видео. Вот здесь можно будет посмотреть. Там про всю эту экосистему. Почему она будет расти. Почему я ее постоянно откупаю. Чем она мне так нравится. Дальше. Следующая монета. Чия. Чию можно по 24 доллара откупить. Вы смотрите. Ее по 22 доллара кто-то успел откупить. И это очень хорошая цена. Даже с учетом того, как она начала расти в последнее время. Мы видели Чию по 60 долларов, друзья. Это в три раза выше. И на самом деле вы здесь вот ее, конечно, очень сильно продали. Но, тем не менее, друзья, по Чии вы можете прийти на канал Слезы Сатоши. Увидеть там кучу-кучу информации. Там прям эти расследования. Как почему Чия будет стоить 1000 долларов. В общем, Чию можно откупить. Но, опять же таки, на небольшой процент капитала. Разберите, что это за актив. Если вам он понравится. Если вы влюбитесь в него. То имеет смысл закупить чуть побольше. Но, опять же таки, старайтесь сохранять диверсификацию. В равных долях, равными частями диверсифицируемся по портфелю. Дальше. Арбитром. 79 центов стоил он у нас. Аж 2 доллара, по-моему. Он у нас стоил. Арбитром. Новая сеть. Новая монета. Уже он. Распампливали его. Да, это не пампа. Это всего лишь там какие-то 2 икса. То есть эта монета может улететь просто в космос. Сейчас цена 0.79. Цена, которая была всего лишь один раз. Обязательно нужно откупить арбитром. С моей точки зрения. Опять же таки, ребята, это все не инвестиционные рекомендации. Я должен это проговорить. Варм холл у нас упал ниже плинтуса. 0.37. Сладкая цена. Вообще невероятная цена. Токен V. Итак, Stargate Finance. Это самый топовый мост из всех, которые я видел. Я им пользуюсь буквально постоянно. Это возможность перевести монеты из одного блокчейна в другой. Блокчейн, в общем, продукт крутой. Команда крутая. Токен укатали вообще невероятно. 0.42 за актив. Опять же таки, относительно новый актив в сентябре 23 года. Он вышел вот эти тестовые пампы, чтобы посмотреть, сколько у нас вообще народу есть в этом активе. Вот крупный манипулятор как проверяет эти пампы. Он берет, разгоняет цену невероятно. И смотрит. Кто-то вот... Есть мощь в рынке, которая не даст ему это сделать. Если мощности нет, он возвращает эту цену. Здесь еще немножечко набирает, поволотилит. И дальше отправляет ее на To The Moon. Скорее всего, Stargate отправится на To The Moon. Слишком крутой проект. Уверен, что к ним обратились. Уверен, что у них там мощный маркетмейкер. Поэтому Stargate мы откупаем. И последний актив на сегодня это GMT. Чисто спекулятивная история. Я увидел вот это падение до 0.15 долларов. Недавно я увидел пост о том, что Stepan перезапускается. Помните кроссовочки? Все бегали, ходили. Проект реально офигенный. Люди начали заниматься спортом. Мне это очень нравилось. Мои друзья сделали от 20-25 иксов на проекте Stepan. Stepan перезапускается через пару месяцев. Уже GMT можно взять, застейкать там в приложении, участвовать в розыгрышах. И там насыпают кроссовки. Кто знает, сколько эти кроссовки могут стоить. Поэтому, друзья, я спекулятивно откупил. Откупил я на 0.1% может быть от своего портфеля. Поэтому с этим токеном будьте аккуратнее за спекуляция. Тем не менее, видео подходит к концу. А мне есть, что вам еще рассказать. Все эти активы, практически все эти активы, могут не просто лежать на кошельке мертвым грузом, а работать и приумножаться. То есть было у вас, например, 10 эфиров в начале года. А через год стало 14 эфиров. То есть количество эфиров выросло в своем количестве. Мы сделали вот в публичном DeFi портфеле внутри DeFi Club плюс 40% к эфиру за последние 11 месяцев. То есть это возможность обогнать рост рынка на 40% по эфиру. И эти возможности есть у каждого. Для этого просто нужно поставить лайк, написать комментарий. Вообще, как вам такой вот формат? Я редко выхожу с какими-то обзорами рынка. Мне все это не очень интересно. Мне интересно делать там проекты в крипте. Вот. Но тем не менее, я этим дышу. Я в этом поле нахожусь 24 на 7. Поэтому считаю долгом с вами иногда этим всем делиться. Если это видео наберет много лайков, много это хотя бы, ну давайте сделаем 500, а лучше 1000 лайков. Давайте 500 сниму, 1000 подольше буду снимать. Ой, вернее наоборот. Вы поняли. Вот. Поставьте лайк. Я сниму видео про то, что делать с этими активами, чтобы они работали, чтобы мы их куда-то отправили в какие-то протоколы, чтобы всем было очень круто. Друзья, спасибо вам за просмотр. Обязательно читайте статьи в описании. До свидания и удачи!